Ваш обычный день? Все зависит от кота и как он проснется. А в связи с тем, что это у нас сумеречный хищник, он активен рано утром и поздно вечером, то есть, соответственно, 5 утра – это самое время для проснуться. Доброе утро! Здравствуйте! Он знает, что я не люблю, когда он мне вылизывает, и с утра, когда я не встаю, конкретно, когда он вылизывает в спину, это, ну, не… Нет, это очень неприятно, хотя это мило, но очень неприятно. Как бы вам объяснить? Вот у терки есть одна такая сторона, где вот как будто гвоздиками пробита, да? Вот попробуйте провести себя по щеке, ощущения такие же, да? 6 подъем, вот, собираемся на улицу. Тут у нас идет прогулка, около, там, трех километров составляет, там, да, вот этот кружочек, который мы гуляем с ним. Помыли лапки, пришли домой, лапы вымыли, покормили. Сначала покормили Месси, опять же, мальчик у нас очень чистоплотный, как только мы покушали, у нас минут 30-40 мы умываемся. В этот момент мы идем кормить Герду. Возвращаемся к Мессике, сами завтракаем уже после этого, во время этого, да. Уделяем ему какой-то промежуток времени, после чего он, как нормальный кот, ложится спать до вечера, да? То есть горизонтальное положение принимает, и нам очень везет в плане того, что у нас два хищника именно разноплановых. То есть Герда – это дневной хищник, Месси – сумеречный. То есть когда он спит, она активна, и наоборот. Кошки в моей жизни были всегда, то есть я родился в семье, где уже кошка жила одна, да, и всю жизнь прожил с ними, бок о бок. Тебе твои познания в плане маленьких кожи пригодились? Они пригодились, понимаешь, но их приходилось трансформировать очень. Потому что не то, чтобы он по характеру как-то сильно отличается, то есть по типажу поведения, его внутреннее состояние, понимаешь, оно нестандартное. Может быть, проблема в детстве, да, из-за того, что какая-то там судьба такая вот у него была, очень интересная, нестандартная. Может быть, там проблема была. По факту, если говорить, если честно, да, ну вот смотрим на таких хищников, до половой зрелости они не опасны. Ну, то есть это котел. Когда маленький, конечно, да? Да. Пока не случается этот гормональный взрыв, пока котенок не превращается в кота. То есть когда он становится мужчиной, вот с этого момента животное меняется буквально за одну ночь. А в смысле-то, почему он таким лояльным к людям стал? Как ты думаешь? Тут, понимаете, очень сложно понять, почему именно таким лояльным к людям стал, да? То есть множество вещей, которые, собственно говоря, должны были его наоборот от человека оттолкнуть, да? То есть его, начало его жизни, там, да, как раз его период взросления пришелся, ну, не на самые там приятные события в его жизни, да? То есть рано забрали от матери, там, да, и куча болезней, плюс еще контактный зоопарк, помещение 12 метров квадратных, без окон, без дверей, ни миски, ничего, бетонные полы, ну, кафельные имеется в виду, там, да, ну, то есть условия-то были не очень, и вроде бы, понимаете, он должен был озлобиться. Но ко всему этому он, единственный, кого он до сих пор не любит, он научился терпеть, но не любит детей маленьких. Серьезно? Да. Дело в том, что дети маленькие, ну, ребят, вы видели, как они общаются с животными, да? То есть они вот взяли кошку, они не понимают, что ей больно, и это вот так выглядит. Вот. Там же, в зоопарке, там, где за ним смотрел человек, в контактном зоопарке, да, и приходила какая-то там женщина со своим ребенком, ему приходилось это терпеть. И вот, если он видит маленьких детей, он пытается просто уйти, как можно дальше. В зоопарке, наверное, да, они себя вели там по-разному. Ну, понимаете, еще проблема-то зоопарка в чем? Когда люди приходили в контактный зоопарк, ну, это, грубо говоря, с 9 утра, там, до 5 вечера, в этот момент Пума спит. Он должен в этот момент отдыхать. То есть, опять же, порванный график, да, поломанная психика. Мы, на самом деле, мы больше боролись с психикой, чем с физическими заболеваниями. Ну, с тобой-то я понял, что у тебя были кошки, в детстве была мечта некоторая. Мария, у тебя тоже была мечта такая же? Потому что... Нет, такой же, такой же мечт. Считаешь, в Википедию там все идеально. Они мечтали о большой кошке, они ее нашли, любовь с первого взгляда, и все, понеслось. Нет, мечтала, на самом деле, Саша. Я просто тоже большой любитель животных, но у меня были собаки. То есть, моя любовь к собакам, она вот, наверное, в гепарде как-то там, да, выразилась. Вот. А мечта была Сашина. Но поскольку я такой же, можно сказать, не совсем нормальный человек. Слушай, контурный немножко. Да. Главное найти своего сумасшедшего. Да, я просто поддержала идею, хотя я совершенно не понимала. Я думаю, что он сам тоже не понимал, что это вообще будет, и как мы будем с этим всем взаимодействовать. Ну, в общем, походу разберемся. После того, как мы приехали с контактного зоопарка, в который мы нечаянно попали, приехали домой, но мы много разговаривали. Мы действительно много общаемся, когда в автомобиле вместе едем, тоже общаемся. В этот день мы почему-то ехали молча. Мы приехали домой, и как-то вечер прошел очень тихо. Чувствуется какая-то, знаешь, какая-то недоговоренность. Что-то в воздухе повисло, и никак оно не разводится. И я вот на второй день за обедом сижу вот так вот, ну, ребят, ну, с ложкой буквально. Кушай, Маша, говорю, а ты о чем думаешь? Слушай, о том коте из зоопарка. Вот этот момент для меня стал шоком, потому что, ну, ладно, я там, я мечтал, там, да, мне нравится, мне интересно, я бы с удовольствием этим занялся. Я чувствую в себе какой-то там, что я смогу это сделать, да, то, что у меня есть силы на это. Но когда мне Маша вот это говорит, это, пожалуй, было, во-первых, это было неожиданно, во-вторых, это была такая поддержка, что вот я о нем думаю, говорю, а вот как ты смотришь, если мы его... А если, говорят, у нас дома будет ходить пума, а мы жили в 40-метровой квартире, мы в тот момент, да, мы здорово вляпались с бизнесом, нам пришлось как-то сильно подурезать свои желания, мы буквально, действительно, мы продали большинство, чтобы, то есть, покрыть долги в тот момент времени, и мы переехали, ну, буквально, 40-метровые квартиры. Привет. Ну и погода, скажи, для гуляний. Да, да. Поделюсь с вами личным. В пандемию мы с женой пытались как-то нащупать почву под ногами и придумывали себе разные ритуалы. Не помню, кто это предложил, из чего это началось, но в какой-то момент мы начали выращивать авокадо. Помню, я открываю дверь на балкон и вижу перед собой 30 деревьев авокадо. Что мы с ними будем делать? Зачем они нам нужны? Эти вопросы мы задаем друг другу до сих пор. Выращивать их было очень непросто. И очень жалко, что я тогда не знал про экоплант. Питомник растений в Москве и Санкт-Петербурге. Во-первых, потому что в этом питомнике не одни только авокадо, а более 10 тысяч видов растений. Туи, ели и сосны, лиственные и плодовые деревья, кустарники и хвойная коллекция. Все они адаптированы к российскому климату. Честно говоря, я даже не знал, что в нашем климате выживает так много растений. Вы можете приехать в питомник, проконсультироваться по телефону или и вовсе устроить онлайн-шоппинг. Доставят и посадят в течение одного дня. Размеры от маленьких саженцев до огромных 15-20-метровых деревьев. Все растения напрямую от производителя, без посредников и без переплаты. Еще и скидки до 70%. Кстати, если вы любите не только комнатные растения, но и планируете сажать их в саду, то специалисты Экопланта помогут вам при пересадке и с рекомендациями по уходу. Есть даже услуга, чтобы несколько раз в год к вам приезжал агроном и следил за состоянием растений. В таком случае Экоплант даст стопроцентную гарантию приживаемости. Удобно. В наше непростое время мне очень нравится следовать теории малых дел. Брать на себя ответственность за что-нибудь небольшое, посильное и создавать себе ритуалы. Например, ухаживать за растениями. Чтобы узнать, как делать это правильно, подписывайтесь на YouTube-канал Экоплант и присоединяйтесь к нашей банде любителей флоры. Все явки и пароли по ссылке в описании. Вот. Увидел, увидел. Вот, вот. Это плед. Это не то. Вот, на, крабомаму. Забирай крабомаму. Иди. Иди с крабомамой. Все, понеслась. Вот. Как вы видели, игрушка у него лежит достаточно много, но имя он играется поскольку-поскольку. Это же, который, я не знаю, то ли любимые игрушки, то ли бешеные игрушки. Вот их приходится даже прятаться от него. Слушай, я сейчас так пробежал, что если попасть на его пути, мне кажется, там не поздоровится никому. Вот сейчас вот я мимо меня так пробежал. Или нормально, или он понимает разницу. Я просто еще спрашиваю, помнишь, кошка, когда с ней играешь, она, если вошла в раш, она может тебя нечаянно цапнуть, если даже не хотела. Ну, опять же, вот если мы с тобой будем разговаривать про кошек, да, и мы вспомним, что не все кошки играются так, что бьют сразу на поражение. Кто-то играет мягкими лапками, да, вот с Месси у нас в этом плане повезло. Он, у него вот это вот определение свой-чужой, достаточно хорошо работает, то есть он играет всегда мягкими лапками. Ну, то есть, опять же, ребята, вы видите мои руки, мы играем все каждый день. Как там, у меня нет... У тебя просто здесь, да, все порезы? Да, буквально так, и две металлических ноги. Да-да-да. Как вы понимали границы, когда вот вы с ним играете, что безопасно, а где он вас все-таки прикусит? Нет, ну, доверие, собственно говоря, как мы у него заслужили, так и он заслужил доверие у нас. Изначально мы, в принципе, не позволяли игры никакой с руками, с живыми людьми и всем остальным. Ни в коем случае не позволяли. Это, понимаете, это время, это годы, которые мы прожили вместе, да, и он постепенно объяснял, что нет, я тебе больно не сделаю, то есть вот я тебе доверяю, доверяй и ты мне. То есть, если я иду в какое-то место, где его все пугает, я ему говорю, Месси, все нормально, все хорошо, туда можно зайти. Ему страшно в то же самое время, но он смотрит на меня, и мне сказали, что все нормально, значит, все будет хорошо там, да, то есть проблем не возникнет. То же самое объяснял он нам, то есть, ну, семья это семья, это в любом случае диалог. Мы давали что-то ему, он давал в ответ то же самое нам. Ну, так получилось. Белись. Когда у нас Мэська уже появилась, когда с нами жила, мы с ней как-то с Машей начали разговаривать, она говорит, я, честно говоря, думал, что ты сейчас поедешь в этот контактный зоопарк, вот, ну, и я думаю, что таких животных... Просто узнаешь, да. Просто узнаешь, да. Просто узнаешь, да. Да, то, собственно говоря, направление движения укажут, ты, собственно говоря, туда и пойдешь. То есть, она была уверена в том, что таких животных просто человеку продать нельзя. Нужно там обладать чем-то, там, может быть, знанием еще что-то там. Но в тот момент времени, когда мы Мэську забирали, в феврале 17-го, да, получается, в тот момент времени животные продавались, как автомобиль. Договор купли-продажи, вот, документы, прилагающиеся к нему, там, да, то есть, имеется в виду паспорт, ветпаспорт и так далее. Все, это этого было достаточно, то есть, просто обыкновенной договору купли-продажи. Торги происходили достаточно быстро, там, да, в этом плане, да, понятное дело, что перед тем, как ехать и разговаривать, я уже подготовился к этому ко всему. То есть, я посмотрел, поискал в интернете, нашел какую-то рыночную оценочную стоимость, сколько стоит там пумы, там, да, приехал к нему, то есть, и предлагай свою цену, я ему предлагаю стоимость, то есть, вот такая. Он говорит, ну, неинтересно. Мы на фотосессиях на нем за два месяца столько же заработаем. Ну, в тот же самый момент, как там интересно, неинтересно, но передо мной глаза коммерсанта, понимаете, я вижу, что там, я нет, не ответил, ты просто так, как-то... Просто стоимость назовешь другую. Да, 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 да. Давай играться в цифры. Да. Соответственно, в тот момент это вообще выгодил, знаете, так, по-гусарски, там, два счетчика, я просто сумму умножаю на два, говорю, а вот так. Говорит, отлично, все, забирайте. Только у нас тогда договоренности на ближайшие, там, две-три недели, там, по фотосессии, ну, нужно их закрыть, там, и все, идите, готовьте дом, куда он поедет. Тут, собственно говоря, руки в ноги, строительный магазин, собираем стройматериалы, нужно ребенку сделать укрытие, нужно ему предоставить как те точки, нужно сделать как-то ему уют какой-то, да, чтобы ему было комфортно. У кого набраться опыта? Опять же, напоминаю, в тот момент времени в России пумы в частных руках не жили ни у кого, только у нас, то есть мы по факту были первыми, где найти опыта. Опыт мы находим за рубежом, опыт находим мы в Польше, там это разрешено, то есть у частных лиц живет, и спасибо огромное ребятам, полякам, которые там, они с Останоком, да, что они там нам здорово помогли, они нам очень-очень здорово нас консультировали, вот за эти три недели, пока Мэська разъезжал по фотосессии, мы делали ремонт, мы подковались по пумам, по содержанию, по, скажем так, ветеринарии и питанию, и всему остальному. Ну, а дальше, дальше был поиск, как это сказать, единомышленников, да, это зоопарки, в первую очередь. Которые могли как-то проконсультировать, да? Консультации, были нужны консультации, то есть животные болезненные, да, сами понимаете. Нет, были такие ребята из разряда, там, как Миша, например, с тиграми, но ребята, которые совсем не собирались помогать и отворот-поворот давали. Откровенно говоря, да, еще же вопрос... Абсолютно ничем не хотели не поделиться, ничем. Почему, интересно. Ой, понимаете, то есть была же еще вот как необходимость как-то животное держать в рамках, то есть как-то ему нужно объяснить, что, не знаю, там, рвать диван когтями нехорошо, что до этого есть когтеточка, там, да, то есть, я не знаю, ну, какие-то банальные вещи, то есть то же самое приучение к туалету, это тоже нужно суметь сделать, то есть нужен банальный опыт в этом, да. Практически все цирки, куда мы не обращались, нас оттуда прямо, ну, отправляли. Вот. Так, это как там сказать, в сад, все в сад, буквально. Вот. Отправляли, у нас тут какая-то своя система, мы никому ничего не рассказываем, там, и так далее, тому подобное. То есть не помогал никто. И в тот момент времени, у нас через, наверное, полгода по России гастролирует итальянский цирк, итальянский дрессировщик в нем. И я обратился к нему, он останавливается в Пензе здесь у нас, то есть с гастролями был, я обратился к нему, и вот ему огромнейшее прям вообще спасибо за то, что он, он и приехал к нам с Майско, и мы с Майско к нему приезжали. Да, он меня вводил в клетку, то есть в центральную клетку, там, где у него тигры и львы. Это его владение, его комната, его домик, тут всякие игрушки. Креветка там, я вижу, любимая. А, да, есть, есть креветка. Есть еще большая такая. У нас была, была огромная креветка, да, была или есть. Она есть, да. Он начал к нему отъездать кусочек, он побоится, что проглотится, поэтому спрятали ее немножко. Тут это все, и игрушки всякие собачьи, где интересные. Но вот самая главная, интересная игрушка, это вот эта. Мне не дал, папе дай. Ну дай мне, Валя. Ну дай. Ну дай. Ну дай, Валя. Дай пять. Дай пять. Держи, Петоль. Держи пять. Давай. Али. Давай. Али. Возьми. Ну давай. А, ты молодец. Не убейся, не убейся. И к себе домой. И к себе домой. Правильно. Все. Все в дом. Вот так это обычно выглядит. У кошки должно быть укрытие. И она должна понимать, что она в этом укрытие в безопасности. То есть я рассказывал, что мы даже когда убираемся у него в его норе, мы это делаем без него. То есть он не должен видеть, что у нас есть туда какой-то доступ. Это его место. А, да. Тут, да, предусмотрена для уборки подъемная крышка у его домика. Но рассказывать ему, что она открывается, мы не будем. То есть когда он отсюда выйдет и не будет этого видеть, иначе он посчитает, что это место больше небезопасное и он начнет искать другое. Это в принципе и касается всех кошек домашних в том числе. Должно быть укрытие. Нашкодила, убежала от вас, спряталась. Вы можете достать ее рукой. Но нет, спряталась, спряталась. Все, успела убежать, извините, саляви. Мы, кстати, волновали, что сейчас у нас у двух, как минимум, операторов есть собаки. Ну нет, ну с собачками же мы достаточно хорошо знакомы, но в то же самое время, понимаете, он лоялен к другим животным. То есть интересно, какое это животное, но он, кстати, и теряет интерес достаточно быстро. Птички здоровы. Ну, зато у нас классно ловит мышей. Да. Бесподобно вообще, ребят. Это все-таки частный дом, да, и нравится нам или не нравится. То есть приходит осень, мыши-полевки с полей идут куда-то прятаться в тепло на зиму. Спасибо ему, потому что ловит он у нас мышей. Великолепно. А он вам приносит их потом в постель? Нет, нет. Вам, он их ест сразу. Это добыча. То есть азартом. Я ее поймал и ее нужно съесть. Поэтому да, он их ест и следом сразу же глистогонные. Когда вас слушаешь, у меня одна все время мысль пульсирует, что очень легко это кажется все. То есть соблюдаешь правила и в принципе размер кошки не важен. У тебя маленькая, большая кошка, не важно. Я, знаете, я немножко склонен верить в то, что каждому из нас дали какую-то маленькую вещь. Маленький дар. Кто-то там, не знаю, автомеханика от Бога, кто-то хирург от Бога. Но вот у меня это замечательно получается. И, к сожалению, вот честно, я больше всего жалею о том, что нашли мы себя достаточно поздно. Вот я себя, по крайней мере, в этом нашел достаточно поздно. Мне было лет на 10 раньше. Главное, что нашел. В этом ты имеешь что-то в ухаживании за большими кошками. Да, вот именно, понимаете, на работе с большими кошками. Потому что, ну, друзья у нас достаточно много, да, и вот, пожалуй, я их мнение скажу. Мне, конечно, оно импонирует, это мнение в плане того, что, Саша, тебе надо было заниматься именно этим. У тебя дар. Ну, я думаю, что у каждого из нас есть дар. К сожалению, мы не можем с вами попробовать все профессии в мире, чтобы понять, кто же я такой. А что бы ты поменял, если бы это было раньше? В том, что у меня замечательно получается корректировать, ну, не знаю, поведение кошек. И большая часть это не то, чтобы какие-то там книги знания, нет, вопрос даже не в этом, а большая часть интуитивно, да, то есть зачастую ты, как там, идешь на заведомо нарушение каких-то там постулатов или правил по обращению с животным, понимаешь, что вот его психологическое состояние в данный момент такое, что нужно сделать немного по-другому. И добьешься результата. Вот это вот именно внутреннее ощущение, которое, ну, я не знаю, как бы объяснить, вот с женским интуицией, там, да, чувствуешь эти индивидуальные какие-то особенности и действуешь уже, исходя из этого, а не потому, что написано в книге. Действительно, ну, вот как-то так у нас с ним получилось и пока еще... Вы сами книжку-то не думали написать? Как, типа, как обращаться с большими, как такой лайфхаки, да, такой прям попутный? нет, ни в коем случае такую книжку бы я не написал, да, то есть вы сами знаете, то есть на данный момент времени, что у нас и действует закон, который запрещает частным лицам содержание подобных животных и так далее, и тому подобное, но они появляются практически еженедельно. Они появляются еженедельно, да, там, структура работает, я не знаю, этих животных у людей, там, забирают, переводят в правильные условия, там, и так далее, и тому подобное. Понимаете, эта книга бы спровоцировала огромное количество людей на то, что, ну, и у меня тоже получится. И мне сложно людям объяснить, что, вот, понимаете, вот история наблюдения за пумами, там, да, вот она там уже 130 лишним лет, тогда, когда за ними плотно наблюдают, и что такого не случалось, понимаете, не было такого еще. Как у вас. Да, как у нас, это уникально, и, к сожалению, там, может быть, к счастью даже, что это не повторить. Поэтому судьба животных же после этого достаточно печальна. Забирает маленького котенка, как мы уже говорили, что пока он маленький котенок, он все еще котенок, он не хищник, он не опасен, и когда это животное вырастает во взрослые животные, грубо говоря, ночуя на диванах, потом один раз нападает на своих хозяев, то есть и переезжает после этого в вольер. Вы представьте себе, то есть из одних условий в другие, и животное не понимает. Его характер формировался вот в этих тепличных условиях, да, а после этого выкидывают в вольер, снег, холод и минимум общения, собственно говоря, с людьми. Оно не понимает, что произошло. Ему очень тяжело, то есть это порванная психика, это несчастное, по факту, животное в этом плане. Поэтому... Давай сразу проговорим здесь ту фразу, которую вас обычно все время вырезают из всех программ, о том, что это не нужно повторять на самом-то деле. Нельзя заводить таких животных дома. Это смертельно опасно. Если вы все-таки решили, там, не послушали моего совета, будьте готовы от этого животного умереть. Это буквально, да, это звучит очень грубо, очень некрасиво, но это факт. И случаев достаточно много. Не смотрите, пожалуйста, на нас. По сути, это целый спектр уникальных ситуаций, то есть начиная с его детства, его генетики и того, что он попал к нам, это целый спектр факторов, которые повлияли на такой характер животного. Этого не повторить. Искусственно этого создать нельзя. Покривиточек! 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 Кривески, твои любимые! Покривиточек! По криветочеку. Вау! Вау! Пойдем. Пойдем. Оп! Главный поедатель. Сейчас, зайка. Молодой человек. А, да. Держите себе в руках. Держите. Тут можно не по запаху. Тут уже настолько он любит сметанку, что вот так можно позвать. Выдешь что? Подожди. Подожди. Итак, вкуснятину в еду не превращаем. Лакомимся. Осторожно, мальчишек, не накидай. Что такое? Чего ты испугался? Нет, не будет. А что у него еще, кроме креветок, сметаны, в меню деликатесном? Деликатесном, что нравится? Пармезан. Но тут прям он у нас, конечно, эстет. Не отечественный, а пармезан-пармезан. Пармиджану-риджану конкретно. Больше нам ничего не нужно. Из сыров мы его очень любим. Нам, опять же, наши дорогие подписчики периодически, Роскомнадзор, я надеюсь, этого не видит, санкционку присылает. Но это, ребят, это не для нас. Это вот именно коту. Это вот только для него прислали. И вы прям не едите? Нет. Нет. Это для него. Как это? Есть там услуги кейтеринга. Кейтеринг. С выездом. Кейтеринг для котинга. Саша, а вот с законом-то, кстати, который запрещает больших животных дома содержать, как вы с ним обходите сейчас? Понимаете, по факту, немножко неправильно говорят, он не запрещает, он строго регламентирует. То есть закон не призван для того, чтобы запретить все и вся, обрубить все концы. Он призван к тому, что если ты все-таки имеешь, чувствуешь в себе силы для того, чтобы заниматься подобными животными, тебе нужно соответствовать с каким-то требованием. Эти требования, во-первых, идут, безусловно, в пользу самих животных. То есть для того, чтобы их было проще контролировать таких животных, они у нас подлежат деятельности, то есть это подлежит и лицензированию, и разрешение, то есть нужно получать, проверяющие органы должны приезжать, есть нормы вольеров, нормы содержания, нормы кормления и так далее и тому подобное. То есть все, что это нужно контролировать, к сожалению, с физическими лицами это сделать достаточно тяжело. Поэтому закон принял в тот момент решение, что данные животные могут находиться на руках только у юрлиц. То есть у нас для этого самого открыто непосредственно ИП, зарегистрирован на него зоопарк юридический, да, и сами понимаете, в нашем зоопарке всего два животных и посетителей у нас вот за последний месяц только вы, в нашем самом этом маленьком закрытом зоопарке, но юридически мы являемся зоопарком. Как-то уже четко все прям по закону. Ну, прям как будто я пришел к тебе проверять. Я этим, нет, понимаете, я этим законом по факту жил два года, да, то есть принимали какое-то участие в его написании, там, да, ну тот момент времени всем, кому интересно, все мы в едином порыве всей России, все держатели экзотов, это поймите правильно, это не только то с крупными кошками, у кого-то змеи, у кого-то лягушки, у кого-то черепахи, это все экзотические животные. Закон касается абсолютно всех этих животных, да, каждому свои требования, виду, конечно, применяется, но в едином порыве всей России мы пытались что-то сделать с этим законом. Знаете, что очень порадовало, я честно скажу, то, что нам дали возможность в этом законе внести свои какие-то правки, да, они не глобальные, да, они там никак не, как сказать, они не сильно там облегчили жизнь, но, по крайней мере, нам дали возможность внести туда какие-то свои коррективы, которые позволяют нам сейчас на данный момент жить хорошо, чувствовать себя нормально, и самое главное, в то же самое время, это же закон, закон у нас как звучит правильно? Не запрещающий закон, ничего, он правильно называется закон об ответственном обращении с животным. Вот ответственное обращение с животным, это правильный закон, это хороший закон. Единственное, что осталось, попробовать его соблюдать. Скажи мне, просто было понятно, куда мы сейчас идем? Ну, сейчас мы с вами идем к нашей девочке-лапочке, вот, как мы называем ее ласково в семье, пушишка, да, что очень пушистый, это гепард. Гепард к нам приехал, мы его купили в сочинском зоопарке, получается, два года назад привезли, у нас до этого тоже жила девочка гепард, она была из цирка, но она у нас, получается, онкология, то есть девочка умерла, вот, и потом долго, долго, целый год она стояла в вольер пустой, долго мы на него смотрели, и как-то, ну, эмоции немножко прошли, мы вот нашли вот эту чудесную девчонку, очень контактную. Так. Привет, скажи всем. А если еще дадите облизать руки, то вообще супер будет. А она прям любит, да? Да. Гидусь, пойдем целоваться. Это мега ласковое существо просто. Она очень ласковая. И это больно. Саша, ну любил бы она так делать, если бы у тебя были волосы? Ты понимаешь, я, честно говоря, думал, что они вырастут. Меня сначала один кот вылизал, потом другая, думаю, ну, простимулирует. Ну, нет, ребят, Real TransHire все-таки рулит по сравнению с шершавым языком, но они своих попыток не оставляют. Да, мои хорошие. Ай, осторожно. Глаз. Осторожно, кошки. А у меня кошки. Скользко. Ай, слушай, как прыгает классно. Слушай, давай еще скажем одну вещь. Будешь играть? Пока мы сейчас ходили, я подумал, что важно проговорить, что вы покупаете этих животных прекрасных не для фана, как сейчас принято говорить, не для удовольствия, а вы просто... В каком смысле вы их спасаете? Как я понимаю? От недобросовестных заводчиков. Я правильно понимаю это? Саш, понимаешь, вроде бы, говоришь ты правильно там, да? Но я со своей точки зрения, то есть мое личное мышление говорит о том, что все-таки в этом есть доля эгоизма. Потому что я же хотел это животное, да? Понимаешь, я же не побежал на ближайшую ферму спасать 100 кроликов. Я же этого не сделал. Я взял какое-то конкретное животное и создал им какие-то конкретные хорошие условия, да? Ни одна зоозащитная организация у нас в мире еще не спасла ни одного вида животных. К сожалению, или к счастью, пожалуй, все виды животных, которых вы знаете, не знаю, там амурских тигров, там, не знаю, гепардов, леопардов, без разницы, их спасают зоопарки. Понимаете, вот то самое место, которое мы видим с вами в зоопарке, что посторонний вход запрещен, вот там ведется огромная деятельность. Это они восполняют популяцию, это они, собственно говоря, выпускают их в живую природу, не зоозащитные организации. А как же то, что мы демонизируем зоопарки и говорим, что это ужасно, а что нельзя... Потому что зоопарки, к сожалению, не занимаются культпросветом, понимаете, они не просвещают нас и не объясняют своих действий в связи с тем, что это муниципальные предприятия, то есть не частные муниципальные предприятия, перед ними не стояла задачи образовательной деятельности. То есть у них стояла задача вполне конкретная, то есть сохранение популяции животных. То, что мы с вами приходим в зоопарк, что мы с вами по факту знаем о зоопарке, там, грубо говоря, детские сто, взрослые 200 и все. Мы с вами видим только выставочную экспозицию. Те огромные территории, которые находятся вне зоопарков, там, да, и мы их никогда не видели и не увидим. И только по специфике своей деятельности, то есть мы знакомы с этими людьми, то есть и мы сами об этом узнали достаточно, ну, относительно недавно, о том, какую они огромное делают работы. Я хочу тебя спросить про одну вещь. Судя по всему, потому что пишешь, у вас регулярно одни и те же запросы. Почему вы не выпустили Герду и Месси в живую, в дикую природу? Я понимаю, что с этим тяжело работать, просто можно игнорировать, конечно, но... Если честно говоря, начало нашей деятельности в этом плане было сложно, я искренне пытался, то есть, каждого человека постараться образовать, там, да, каждому человеку объяснить, то есть, основываясь на каких-то научных данных, почему это делается так и тому подобное. После десятитысячного раза мне немножко это уже надоело, я понял, что много не могу этим сделать, но я все-таки пытался, да, потому что, ну, как там, я живу с этими людьми бок о бок, да, и мне куда интереснее, чтобы они были образованными, эти люди, да, нежели каждый раз они будут удивляться, там, вау, мам, смотри тигры, это буквально, то есть, понимаете, у нас Месси был тигром, и это неоднократно, причем это взрослые люди, когда, которым, там, условно говоря, там, пять, шестой, десяток, когда они говорят, вау, смотри тигры, ты думаешь, ну, господи, ребята, вы полоса трейс не смотрели. Когда ты одно и то же сообщение пишешь, там, стотысячный раз... Давай скажем это сообщение еще раз для всех. Его нельзя ни Герду, ни Месси выпускать в дикую природу, потому что они там погибнут, они погибнут там, они не проживут там даже одной недели. Выпуск в таком формате в дикую природу, это то же самое, что нас с вами сейчас взять вот в этом состоянии с мобильным телефоном и как в лес, и с айвотчем, и прямо в тайгу выбросить. Но, ребят, но мы не выжимем, мы не умеем. В то же самое время, если бы это происходило сто лет назад, мы бы с вами знали, как развести костер, как я не знаю, на чем мы можем поспать, и как сложить иглу. Мы знаем, что есть иглу, изба изо льда, но никто из нас ее не сможет сделать, потому что мы не умеем. Хорошо. Смотри, а обратный вопрос вам приходит когда-нибудь? Типа, почему вы не отдаете его в зоопарке? Например, Герду, опять же, или Месси? Зачем вам самим за этим ухаживать? Вот есть профессионалы, отдайте его туда. Ну, в смысле, собственно говоря, ребят, поймите правильно, да, так как мы с вами про зоопарки только что говорили, вот, зоопарки занимаются научной деятельностью. И животное, не способное к размножению, зоопарку не нужно. От него нет никакого смысла. Оно не способно произвести потомство, оно не способно передать свою генетическую информацию дальше. Мы его только будем кормить, больше ничего. А они все-таки у нас, не будем забывать, что это организации, которые занимаются сохранением этих видов. Кого сохранять, если оно после себя никого не может оставить? Поэтому зоопаркам, по факту, то есть, стерильные не нужны. Они живут по ошибке на этом свете. По ошибке? По ошибке. Ну, то есть, вот такая информация, но вы ее тоже со школы помните, что наша планета знала как минимум три великих вымирания. Да, последнее великое вымирание, это ледниковый период, когда практически со всей планеты, то есть, исчезли животные. Да, дело в том, что в этот самый ледниковый период вот из кошек должен был пропасть дымчатый леопард и гепарды. Они выжили по ошибке, они выжили нечаянно, то есть, они не должны были выживать. Согласно нынешним исследованиям, то есть, ну, сейчас уже позволяет это сделать, генетическая экспертиза показала, что после ледникового периода осталось три особи, всего-навсего три особи. И, соответственно, дальше на протяжении миллионов лет, вы понимаете, что мама с сыном, брат с сестрой и тому подобное, то есть, у нас это называется инцест, у них это называется, тоже есть термин, называется имбридинг. В результате вот эта вот генетическая здоровая часть постепенно заканчивалась, да, и вот поэтому я говорю, то есть, они выжили по ошибке. Вот сейчас нам повезло, что мы смогли с вами их увидеть не в виде ископаемых каких-то там, да, а вот вживую. Они же все равно, ну, какие-нибудь ее родственники ближайшие, тоже гепарды, они же нападают на людей все равно, правильно я понимаю? Ну, понимаешь, как там сказать? Гепард, в принципе, на человека не нападает. Дело в том, что если мы будем разговаривать с вами про кошек, да, кошки у нас кто? Хищник-одиночка, да? Хищник-одиночка никогда не будет вступать в схватку, если он не уверен, что в этой схватке выйдет победителем. Поймите правильно, если мы с вами говорим про стайных животных, но про тех же нам привычных там собак, да, которые там, ну, их аналог, возьмем, волков, да, которые у нас. Если волк один получил травму, то его стая прокормит. Если же животное, то есть кошка-одиночка получила травму, то его ждет голодная смерть. Поэтому кошачьи, если они не уверены, что из схватки выйдут победителем, они всегда постараются ее избежать. То есть рисковать для них любой риск, это, ну, это смерть. Ну, я к тому, что Герда все равно, она более ласковая, чем любой другой гепард. Это да, это тоже так уж получилось, так повезло, что Гердуська у нас такого очень мягкого характера, но тут, ребят, что сказать, ну, ей, видимо, в жизни до нас попадались хорошие люди, потому что она абсолютно не озлоблена на человека. Подожди, Заня, подожди, подожди, ты меня это. Вот тут у тебя что такое, почему плохо вылизывается? Что это у нас тут такое вот, висит, да? Найдет. Ну, посмотри-то на меня, котей. Я понял, я понял. И я тоже тебя очень люблю. Сейчас она придет ко мне сюда. Она, мне кажется, чувствует себя запертой. Тут столько людей. Так, не блокируйте. Герда. Герда. О, теперь мы с ней на одной. Герда. Удивительное ощущение, когда гладишь большую кошку, и это кажется постепенно нормально. Начали ты в шоке, что такое возможно. Потом ты привыкаешь. Задел меня сегодня очень за столом наш разговор про вот эту теневую сторону всех вот этих вот прекрасных наших заводчиков. Понятно, что мы сейчас можем не называть имена всех наших прекрасных звезд. Давайте об этом поговорим. Немножко, мне кажется, важно это поговорить, про то, что сейчас вот это вот происходит, то, что вам звонят, обращаются люди, которые хотят вот этих вот... Да, да, действительно. Мне кажется, это очень важная тема просто. Как там сказать, о чем ты говоришь, да, то есть случаи, действительно, ребята, есть вопиющие, да, и случаи, понимаете, вот эгоистичность человеческих именно стремлений, прям отражающие в полной мере, да, говорю, вот самый яркий случай, который я запомнил, когда человек позвонил из Москвы, вот, то есть это густонаселенный район Москвы, районный тоже, опять же, называть не буду, он позвонил, сказал там, ребята, я в однокомнатной квартире завел двух львят, расскажите, как мне раскрутить на них инстаграм. Вот, сами понимаете, ему тоже сказал очень вежливо, что молодой человек, извините, вы не являетесь для меня уважаемым, разговоры с вами прекращаю, и, пожалуй, не звоните мне больше. Тоже в других выражениях. Ну, да, 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 опять же, как там, будем литературно разговаривать, да, то есть площадную брань оставим для тех, кому она предназначена, да. Вот, некоторые люди этого заслуживают иногда, без этого нет возможности объясниться. Был случай, когда одна из наших певиц, то есть с нами связывалась, у нее было бы, у нее задача стояла такая, слушайте, ну, до какого возраста я могу жить с леопардом, чтобы это было безопасно? Ну, поиграться. Ну, поиграться, чтобы вот было, говорю, ну, вы знаете, более-менее они там безопасны, ну, до полутора, там, максимум до двух лет. Ну, отлично, значит, полтора года продам, куплю второго, он опять полтора года, потом продам, куплю третьего. Вот, человека я, скажем так, ну, это все-таки девушка, да, я очень ее за это отругал, то есть имеется в виду, что в литературных как раз выражениях, вот, но сказал, что так дела не делаются, и вы не забывайте о том, что вам, конечно, интересно и весело, вы решайте жизнь, собственно говоря, судьбу других животных, вы ломаете их психику, там, да, и так далее. Так делать нельзя, и я, к сожалению, не знаю, по крайней мере, завела или не завела, но человек об этом не, если что-то и произошло, и человек этого не афиширует, надеюсь, что хватило, собственно говоря, тактичности или, скажем так, все-таки человек смог свое эго загнать куда-то поглубже для того, чтобы все-таки подумать о братьях наших меньше, скажем так. Вот, я очень на это надеюсь, ну, как бы то ни было, расстались мы достаточно плохо на повышенных тонах, я как-то, наверное, фаталист в этом плане в отношении животных. Ну, то есть получается, что сегодня за многими инстаграммами такими раскрученными стоят те люди, которые не очень добросовестно относятся к животным, скажем так. Ну, давайте с вами посмотрим другим образом, да, вот просто для понимания. Закон вступил в силу 1 января 2020 года, то есть два года, уже третий год пошел, да, как закон вступил в законную силу. Каждого кота, то есть дикое животное, скажем так, которое прописано в этом самом 498 федеральном законе, я не знаю, каждого волка, каждого, каждую пуму, лягопарду, без разницы кого, заведенные после этого момента и находящиеся в домашних условиях, это все нарушение 498 закона. В первую очередь. Потому что содержание их в домашних условиях запрещено, за исключением только тех случаев, о которых я вам говорить не буду, под которые подпадает Месси, говорить, я, ребята, это не буду по той самой причине, чтобы не оставлять лазейку для недоправорабочных людей, да, просто не буду это озвучивать. Они, если захотят, конечно, они и сами, это найдут, но хотя бы какую-то массу, может быть, я этим отсекну. Вот. Им нельзя жить в квартирах, они должны жить в вольерах, то есть в полувольных условиях. Размеры вольеров тоже регламентированы. Вот. Есть специальные организации, которые обязаны приезжать, проверять нормы вольеров, то есть животные ставятся на учет в организациях, ты получаешь разрешение на содержание, это до приобретения животного должно быть сделано. Вот такие вот вещи. Соответственно, каждый человек, у которого вы видите другую ситуацию, не похожую на эту, каждый из этих людей нарушил закон и нарушает его при всем при этом, собственно говоря, с нашего с вами попустительства. Да, мы на это все смотрим, мы ничего не делаем, но и это продолжается. А что в таких ситуациях можно сделать? У нас есть орган, который этим занимается, называется Росприроднадзор. Вот. Эти животные подконтрольны им, в таких случаях связываться с ними, они дальше уже должны передавать по инстанциям, то есть это уже их стезя, дальше они уже разберутся, что Росприрода, что Минприрода, Минэкология, потому что все они между собой, эти организации связаны, то есть между собой они в своей иерархии разберутся, кто должен этим заниматься, по какой причине, и проверят и правоустанавливающие документы, и так далее, и тому подобное. Это ты про кого-то из таких вот браконьеров, браконьеров неправильно сказал, говорил, что они 200... Контрабандисты. Да, 200 закупают, 80 привозят. Ну да, то есть, понимаете, как сказать, закон вступил в силу, и да, контрабанды стало, может быть, и меньше. Вот, но она все еще есть, да, и понимаете, вот этот вот... Контрабандисты, это просто предприниматель, который зарабатывает вот таким, ну, немного для нас непривычным путем, да, вот, рискует там свои свободы и всем остальным. Но цинизм, с которым они относятся в плане того, что вот я вез в чемодане, там, 200 животных доехало только в 80, ну, это очень цинично, это очень некрасиво, это очень нехорошо. Это прям реально. Это реально, это реально, то есть, ну, опять же, у вас есть интернет, вы можете открыть, вы можете посмотреть, новостные издания, они очень часто ленту свою хранят, это происходит достаточно часто. Но мы не всегда акцентируем на этом внимание, нам же не сильно это интересно. Проблема человека в чем заключается? Если вот завтра выйдет новость о том, что, не знаю, собака в Кемерово родила 8 щенят, кому-то это интересно? Хотя 8 щенят это очень большой помет. А вот если выйдет новость, что камазист сбил собаку со своими щенятами, какой будет рейтинг у этого? Понимаете, дело в том, что людям-то интересно грязная часть нашей жизни, чистая, к сожалению, не очень. На счастливые новости немногие люди падки. Недовольная такая морда, я смотрю. Что, у тебя есть? Будешь? Мячик. Как-то он... И что, и в мячик играть не будешь? Месси не играет в мячик? Да ты что? Ну, так как-то с вами страшно играть. Хотя мячик клевый. Нет, бежит, бежит, бежит. Где? Бежит, бежит, бежит к тебе. Откуда? Да, вот отсюда. Где папа? Скорей, давай, давай, давай. Скорей, 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 скорей. А вот он. Подожди, подожди, мячик не кидай сейчас. Ай, у меня охот. Зайка мой. Малыш, а давай когаточки посмотрим. Знаешь эту штуку, да, помнишь? Понял. Покажи мне когаточки. Так, ну, это у нас тупеньки. Когти же растут не одновременно, поэтому мы подрезаем только те, которые острые. Тише, тише, тише. Сейчас мы посмотрим. Он лечит от недовольства, да? Ну, ему не нравится. Он же спал, а мы тут пришли с тобой. И давай. О, видел какой это? Это ордиментарный пятый коготь. Его еще называют тормозом. Ничего. И отстригаем их тихо, спокойно. Сейчас, слушай, как ты его приучил? Он же, очевидно, не хотел с самого начала. Собачье сердце профессор Преображенский, когда привел шарика, да? Говорит, профессор, как же вы подманили этого пса? Он же совсем злой. Говорит, любовью и лаской, милый доктор. Террором добиться ничего нельзя. Только любовью и лаской, ребят. Терпение. Не получилось. Вот опять же с кошкой. Не получилось. Один колокольчик спалит, встреч. Все. Не насилуем животное. Иначе получите, собственно говоря, неприятные ощущения от животного на всю жизнь. Вот, то есть, если он сейчас соберется уходить, я его, безусловно, отпущу. Я не буду стараться, как любой человек, довести дело до конца, потому что тут дело на одну минуту. Нет. С кошками самое важное при работе с кошками – это терпение. Ну, все, 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 больше не буду. Все, все. Да, давай. А целовать? Обиделся на меня, что ли? Ты обиделся, что ли, на меня? Да ладно ты, ну не обижайся. Я чуть-чуть, я чуть-чуть. Все, больше уже не буду. Прогать, твой? Да твой, твой. Не помню, с какого когтя. Вот, забыл вас предупредить о том, что вы приехали к нам в гости в понедельник. В понедельник у нас голодный день. Оба кота голодные, они сегодня ничего не ели. Никто не убежал, смотри. Какие вы все смелые. Ты помнишь, что понедельник такое? Помню, скажи, отвратительный день. Миссюш, понедельник. Кушать не будем, нет, понедельник. Зайка. В принципе, голодный день необходим любому хищнику. Абсолютно любому. Даже те, кто занимаются аквариумом, аквариумными рыбками, они точно так же раз в неделю устраивают голодный день. То есть, рыбок вообще не кормят, за это время чистится аквариум и так далее и тому подобное. То же самое касается и домашних хищников, то есть, кошек, собак, куньих всех. То есть, сейчас достаточно много людей там живет. Дело в том, что в природе эти животные едят не каждый день. И эволюция сделала так, что их желудок должен очищаться за эти самые голодные дни. Главное, чтобы они понимали. Нет, они, конечно, не понимают. Извини, пожалуйста. Всегда в кустятинку дают. Погоди, мы же только что кормили сметаной. Ты кормил. Это мы ему дали немножечко полакомиться. Заметьте, кушать он не просил. Но опять же, на то, чтобы... Вот о чем мы с вами разговаривали, когда я говорил, что отучить кота от елки, это утопия. Потому что елка стоит всего две недели. А для того, чтобы сформировать условный рефлекс, требуется месяц. Поэтому мы не успеваем сформировать условный рефлекс на елку. И потом ее убираем на целый год. Через год она возвращается. Кот ничего не понимает. Поэтому мы не можем его научить этому. Если бы елка на стояла в доме постоянно, то проблем бы не было никаких. Мы бы научили, что на елку нельзя лазить, игрушки с нее там ронять. И все было бы хорошо. То же самое, то есть, вот и с этими голодными днями. Потому что они раз в неделю. И у нас на то, чтобы приучить животных к тому, что в понедельник мы ничего не кушаем, ушло полтора года. То есть, для именно объяснения, что нет, сегодня ты еду не проси. Если с гердой достаточно просто получается, потому что в воскресенье мы гепарду кормим. У нее в воскресенье идет одна из вещей, которая необычная к ней приходит с пищей. И только по воскресеньям это курица с пером. То есть, очень важно, чтобы в организм животного попадали именно шерсть, перья, хрящики и тому подобное. У кошек очень кислотный желудок. И, соответственно, если кислота не будет вырабатывать, то есть, работать на растворение вот этих вот сложных для переваривания веществ, то она начнет, собственно говоря, есть собственный желудок. Что приведет к негативным последствиям. Поэтому, собственно говоря, вот как мы мыськи ему даем там, ну, извините, пожалуйста, понимаю, что это немножко будет противно. Ему мы даем белых мышек утром и вечером там, да, то есть мы их покупаем замороженными, там, брикетами таким. Вот как, видели, окорочка раньше продавались. Да, вот такими же брикетами к нам приходят белые мыши из Санкт-Петербурга. Также приходят суточные цыплята. Пищевая цепочка есть пищевая цепочка. Будем все-таки своими людьми разумными, да, не поддаваться под вещи, что все и всюду надо жалеть. Вот, просто будем разумными. Все так. Кошка есть мышку, мышка есть зернышко, там, да, сверчка и так далее, и так далее. Это и есть пищевая цепочка. И, как вы помните, прервать пищевую цепочку, все мы это учили по географии в школе. Прерваем пищевую цепочку, она ломается и происходят ужасные вещи. Даже по-другому. Если человек считает, что он не приуроды, он, как говорил профессор Преображенский в собачьем сердце, должен бить себя вот так вот по затылку. Отвергать мудрость природы, это отвергать свое существование. Мы, плоды эволюции, мы появились здесь благодаря этой самой эволюции. Поэтому не надо ей помогать. Она без нас справляется хорошо. Не надо подбирать птенца, не знаю, упавшего в лесу, увидели птенец, упал из гнезда. Не надо его поднимать и выручать. Не надо его спасать. Это плохо. Ну, подожди, по этой логике и Месси не нужно было спасать. Нет, не нужно было. Поэтому Месси, собственно говоря, стерилизованный, и права на размножение он не имеет. И в природу он не выпускается. Его порция 650-700 грамм в заразу. В заразу, да. В заразу, да. То есть в день это уходит. Опять же, ребят, мясо не просто так там мясо. Идеально конина. И нам очень повезло, очень повезло, что мы живем в татарском селе. Это их национальная пища, и мы имеем возможность ее купить. Почему конина? Она больше всего по составу подходит к дикому мясу. В нем тоже есть очень редкие аминокислоты содержатся, которые необходимы им для здоровья. И да, вот их местонациональная пища идеально подходит нашим животным. И слава богу, что вот у нас так совпало, что мы живем вот в таком поселении среди мусульман, которые это кушают. И мы можем спокойно приехать к ним на рыночек в выходной день и купить столько, сколько нам необходимо этого самого мяса. Тсюша, я не предлагаю сейчас углубляться в сильный финансовый вопрос, но это же прям жутко интересно, сколько в итоге на месси уходит в день, например. Ну, знаешь, как вот, пожалуй, сейчас к рублю привязываться не буду, я скажу немножко по-другому, да, вот именно по-другому. Порядка 500-600 долларов в месяц содержание пумы и столько же при приблительном содержании гепарда обходится, да. Вот, а дальше уж по курсу умножайте сами, смотрите, делите, считайте. Ну, есть, например, животные, которые хорошо плодятся, то есть крупные хищники, которые хорошо плодятся там у нас в неволе, это, например, те же самые львы. И львенку можно купить, ну, условно, там за 100 тысяч рублей, но они стоят недорого, потому что, ну, есть породы собак, которые стоят значительно дороже, чем этот самый львенок. Купить его это мало, а вот содержать его, вот именно содержание, это мы сейчас с вами проговорили, то есть про сумму, там, ну, не знаю, там около 40 тысяч рублей в месяц, это только питание, да. Ветеринария очень дорогая. Опять же, там вольеры, это тоже, опять же, деньги. К сожалению, там, да, человек может безумно любить животных, он может к ним прекрасно относиться, но его финансовое положение не позволяет правильно питаться этому самому животному. А, собственно говоря, если животное правильно не питается, оно начинает болеть. Поэтому вот и в интересах самого животного. Человек, если он очень любит животных, у нас есть организации, те же самые зоопарки, куда можно пойти работать с кипером и там с ними общаться, там, да, не заводя это у себя дома, ну, если на это нет финансов. Смотри, ты упомянул про эгоизм, про то, что все-таки, значит, и не спасение, а скорее эгоизм. Тогда хорошо, все-таки для чего, вот прямо если в глубину идти, для чего тебе это нужно? Вам это нужно? Герда? Месси? Месси это была любовь, безусловно, там, да, тут даже по-другому ничего не скажешь. Я как-то мне, конечно, сторонюсь от этих вот всех женских теорий знаков, там, что там нас привело. Но в этот раз, когда мы встречались с Месси, там, да, с той историей, я в это поверил. Вот, откровенно говоря, единственный раз в жизни я убрал свой скептицизм, думаю, ну, как-то очень все происходило, как по сценарию буквально, вся ситуация складывалась так, что все это произошло. Там была, безусловно, любовь. Вот. Ну, а с гепардом, будем честными, я с детства мечтал именно о гепарде, я вот очень об этом мечтал. И когда нам попалась вот как раз у цирковых эта вот девочка и челя, которая у нас была, у нее судьба такая интересная сложилась. Дело в том, что она была одной из девяти гепардов в труппе, выступающей, да, ее вывели из труппы, потому что остальные восемь гепардов ее не принимали. Она была для самки очень крупной, и характер норов был такой, ну, крутоват. Вот. Они ее били, они ее шпыняли, то есть и ситуация происходила в том, что, грубо говоря, они лежат в повалку все вместе, она спит отдельно, там, где-то в уголочке, там, они к едини... Ну, то есть у них был конфликт в коллективе, да, и, соответственно, человек, который занимался, дрессировавшица, которая в цирке была, ей стало жалко, она вывела ее из коллектива, то есть оставила там в номере только восемь гепардов, она у нее уже, соответственно, отдельно жила. А нам в тот момент времени, то есть, как сказать, мне стало ее и жалко, то, что она доживет, да, и в то же самое время, понимаешь, сошлись звезды так, что, а я мечтал о ней, о гепарде, да, и вот есть тот, кому не нашлось места среди сородичей, да. Изначально, то есть, поехал к человеку просто посмотреть, но я никогда в жизни не видел живого гепарда, да, опять же, животное редкое, но не видел. Посмотрев, то есть, через решетку пообщались, понятно, чужое животное, никто меня в вольер не пустит, вот, общался через решетку, но в тот момент времени мы прям быстро достаточно с ней нашли общий язык, она мной заинтересовалась, позволила себя потрогать. Уже тогда человек, который мне вот передавал кошку, очень удивлялась, говорит, слушай, у вас как-то прям вот здорово получается, и, собственно говоря, это и стало таким вот толчком, то, что мы быстро нашли общий язык вот именно с той кошкой. Ну, и понятное дело, это, собственно говоря, все, что мы хотели, вот она приехала, она сжила, к сожалению, вот и говорят, онкология есть онкология, ничего мы сделать не смогли, мы старались, но не будем о болезнях там, да, вот, она ушла, вот, и мы ничего больше не хотели. Я говорю, то есть, ну, опять же, понимаете, тяжело просыпаться, вот наши спальни, вот они окна, и вот ты смотришь на этот пустой вольер, помнишь, как тут ходила эта кошка. Год мы на это все смотрели, да, в конечном итоге, ну, чтобы не смотреть вот на эту разбитую вазу, да, не напоминать себя о том, что происходит, было два решения. Первое, то есть, совсем разобрать вольер, убрать его отсюда, но тут приходит, собственно говоря, коронавирус, первый локдаун, первый локдаун, который случается с этим самым коронавирусом, и, как вы помните, то есть, остановка практически всех туристических, ой, извините, пожалуйста, вас снесли, да, вот, остановка всех туристических маршрутов. Ты близко не стой, она, потому что между тобой стенка будет проходить, а ты мешаешься, да. Закрытие всех туристических маршрутов, да, и то есть, зоопарком, просто в тот момент, вы сейчас уже можете не вспомнить эту историю, им нечем было кормить животных, потому что мы не ходили в зоопарки, а те самые наши взрослые 100, детские 200, все-таки дают какую-то им возможность, да, тем более, это был частный зоопарк, это не муниципальный, и там государственных денег нет, то есть, они полностью на самообеспечении. В тот момент времени принимают решение, то есть, убрать из экспозиции каких-то животных, то есть, частично распродать для того, чтобы остальным хватило на еду, ну, это вынужденная мера. Тут, опять же, совпадает с тем, что у меня год стоит в вольер, мы еще рельем, по факту, там, мы очень переживаем и вспоминаем нашу предыдущую кошечку, да, и вот это вот предложение о том, что продается гепард, и в этот момент мы уже решили, что... А зачем вам вторая машина? А, да, вот так вот это было? Да, да, да. Нет, на самом деле, в тот момент у нас ушел магазин розничной торговли и один это, и машина автомобиль. Это вот была наша Герда. Финансов в тот момент на покупку ее не было, да, и поэтому мы попрощались с чем-то ненужным. А у тебя не было желания такого, которое просыпается, мне кажется, в какой-то момент, серийного спасения, спасти всех, когда хочется, нет? Понимаешь, серийное спасение, да, у меня было бы такое желание, но, понимаешь, я не понимаю, как спасать животных вот в этих вот условиях. Самое главное, как можно спасти животных, понимаете, это оградить их от человека, в принципе, оградить от человека. Это нужна огромная территория, огромная территория, дикая территория, огороженная огромным забором, с колючей проволокой, ядом курары и, возможно, даже с пулеметчиками, чтобы только люди не подходили. Если вы хоть раз смотрели передачу про те же самые африканские какие-то заповедники, то браконьеры проходят через все заборы и так далее. То есть, если их интересует конкретный лес с огромной гривой, и у них на него есть заказ, они его убьют, все равно убьют. И как бы люди эти самоотверженно не защищали свои эти места, ничего толком не происходит. Понимаете, это нужно оградить животных от человека, при всем при этом, предоставив им возможность жить самостоятельно. То есть, вот так общаться, как мы с животными, не надо. Они должны просто там жить, а ты просто должен их охранять. Если уж что-то серьезное произошло, ну, не знаю, там кто-то где-то там поранил лапу, ну да, ты должен, пожалуй, выехать там, помочь этому животному, и все. И просто все. Есть такой великий нейтралист, точнее, была великий нейтралист, это Джои Адамсон, да. Это не Пипа, не она? Да, про Пипу, которую я писала. Я в этих книжках вырос. Ох, эти книжки в институте заставляю читать. Вот буквально так, действительно великий человек. Я плакал, когда он бежал в консайон. И вот тот самый случай, когда, может быть, сейчас вспомнишь, когда в книжке ее ругал владелец, или как директор, собственно говоря, этого самого заповедника, за то, что она приносила ей воду и мясо приносила иногда, чтобы ее побаловать. Что он ей говорил, что если ты будешь продолжать это делать, я тебя выгоню из этого самого заповедника, потому что ты приучаешь животное к тому, что оно придет к тебе за помощью. И Пипа, как ты помнишь, приходила, и неоднократно приходила, и лакомилась мясом и тому подобное. Он был прав, и она понимала, что он прав. Но вот любила она эту кошку, в любом случае, Пипа все-таки в результате, как там, и пошла, и как там, и стала жить самостоятельно, и все было замечательно. Ну, как там, ну, условно замечательно. Жизнь животного, она тяжела. Да, потому что вот если мы с вами сейчас посмотрим, опять же, про дикую природу, мы с вами сейчас говорим про гепарда, которому идет девятый год. В Африке гепарды живут максимум до девяти. Она состарилась, стали не те мышцы, она не может так быстро бегать, она не успевает убежать от хищника, она либо станет жертвой, либо не сможет себя прокормить. Вот, поэтому вот в случае, если с дикой природой говорить, это у нас с вами, ребята, прям пенсионер, преклонных лет. Здесь же, как мы с вами видим, она бегает, прыгает, она очень бодренькая кошка, но, опять же, ей не приходится охотиться, ей не приходится там защищать свою жизнь. Куда кошку загнала кота? Куда делай мышь? Куда ты делай мышь? А покажи нам зубки, давай. Вот этот мы клых ремонтировали, вот этот у нас был, у нас тут был кариес, вот, на этом зубе. Все, отремонтировали, вы знаете, как делать? Лучше, чем людям. Светоотбреждающие пломбы, все тому подобное. А стоит только дороже, наверное. Проблема-то в чем заключается? Мы не можем же его заставить сидеть спокойно, как мы в стоматологическом кресле. Приходится делать общий наркоз. А общий наркоз, тот, к которому мы привыкли там с животными, например, ну, с кошками, с собаками, которые делают укол там, да, и животное сколько-то спит. Зуб ремонтируют намного дольше, поэтому наркоз должен быть с аппаратом ИВЛ, да, и, то есть, вводят только в наркоз с помощью укола, а дальше поддерживают тоже газом, да, длительный промежуток времени. Поэтому целый, целый, как сказать, целая операционная к нам сюда приезжала с хирургическими столами там, со всеми этими аппаратами ИВЛ, совсем-совсем. Что это за кувыркающийся кот? Ну, потому что он привык, когда моем лапки, что сначала две правых, потом две левых. Скажи, еще хорошо, чисто. Грязь, когда начнется, скажи, еще в тазики мыть заставит. Да-да. У меня моя любимая рубрика была и есть с нашими героями, когда я спрашиваю, попрошу их вспомнить или придумать три вопроса самому себе, которые им никогда в жизни не задавали, хотя стоило бы. Я хочу, учитывая, что вас столько спрашивают, и учитывая, что наверняка есть вещи, которые должны были спросить, ну, типа того же, да, вот как вы упомянули, что нельзя держать дома пуму, и никто об этом не говорит почему-то. Вот такие же три вещи мы можем сейчас придумать? Знаете, я помню, у нас как-то был один прямой эфир, и задали вопрос, мы даже тогда на него не смогли сразу ответить, он был очень интересный. Если бы вы смогли на один день стать вашим животным, что бы вы хотели себе рассказать? То есть, вот представьте, что, ну, вот, вы стали, например, Месси, да, что бы вы себе как хозяину хотели донести и хотели сказать, там, не знаю, чем вы довольны, чем вы недовольны, что у вас, может быть, там, болит, или что-то, что вы думаете вообще, в принципе, там, о своих хозяевах, о своей жизни. Вот это вот, мы даже тогда на него не ответили, я просто мне сейчас в том слове сразу такой, потому что он был очень необычный, очень нестандартный. Ну, знаешь, да, но если так вот об этом разговаривать, то я, пожалуй, и сейчас бы не мог ответить на этот вопрос, вот то, что было бы, конечно, существует огромное желание посмотреть на этот мир вот его глазами, да, понять его какие-то желания, да. Как же я выгляжу в его глазах? Что же я делаю? Как это происходит? Какие, не знаю, там, моменты в моей жизни его сподвигают на какие-то поступки, да, потому что периодически он учится делать какие-то вещи самостоятельно, чтобы привлечь мое внимание. Почему именно вот так, да? Мне бы очень хотелось, честно говоря, понять его, вот его состояние, когда я уезжаю, например, надолго. Надолго это имеется в том, что мы с ним расставались максимум на полутора суток, это вот когда я ездил за Гердой в Сочи, то есть такой продолжительный промежуток до этого момента, то есть, ну, максимум 18 часов. Но он так сильно переживает, так ждет, вот мне очень бы хотелось знать, что же там в голове. Второе. Это уже научно доказанный факт, да, это уже не теория, что кошкам снятся сны. Вот, это как раз про сны. Интересно, понимаете, мы вспоминаем наши сны, они достаточно такая хаотичный, сумбурный набор ярких каких-то образов, чаще всего собранных вами за день, да. Когда коты, вот это вот во сне, они же периодически даже начинают что-то там разговаривать, шевелят усами, ушами, что-то б-б-б-б, мяукают даже, куда-то там бегут там, да. Помнишь, как у нас Мессик один раз проснулся с безумно напуганными глазами, это было что-то. Ну, вскочил просто, ну, ребенку приснился страшный сон, прям буквально страшный сон. Стекленевшие глаза, он испуганный, это Месси, Месси, а тут я рядом, фу, папа, рядом, все, и вот он до конца, то есть до утра спал в обнимку, то есть, ну, как маленький ребенок, буквально. Интересно, что же им снится? Как же выглядят сны на их, в их интерпретации? На видео попадает совсем не все, да. Я даже больше могу сказать, те ролики, которые есть в интернете, там нет самых лучших кадров, которые я видел своими глазами. Понимаете, в те моменты, вроде бы и хочется взять, когда мы гуляем, что-то происходит интересное, хочется взять камеру в руки и что-то снять, но момент бесценен. И не хочется его наблюдать через камеру. Воспоминания – это то, что с нами остается на всю жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!